Привет, друзья! Это дополнительный канал для стоматологов. Здесь стоматологи разговаривают на своем родном языке, а пациенты подслушивают. Итак, поехали! В предыдущих роликах мы уделили большое внимание структуре и анестетика, химическим формулам, составу карпул. Мне показалось, это хорошей идеей, а именно создание пары роликов, в которых вкратце описывается состав, формулы и качество анестетика. Такая информация нечасто нами используется. И поэтому со временем забывается. Если вдруг мы что-то забудем, то у нас всегда будет возможность включить ролик и быстро освежить свои знания. Как вы поняли, я работаю в частной клинике, и у нас приветствуется универсализм. Наши специалисты имеют расширенный кругозор не только в рамках своей специализации, но и в смежных дисциплинах. По жизни мне довелось встречаться с разными врачами. Из разговоров, наблюдений, исследований я сделал вывод, касаемый анестезии. Лучше всех пациентов обезболивают стоматологи-хирурги, на втором месте терапевты и замыкают список ортопеды. Я всегда считал анестезию царицей любой стоматологической практики, так как в детстве сам настрадался от отсутствия нормальной анестезии в Советском Союзе. Сегодня мы ликвидируем этот пробел и начнем с анестезии на верхней челюсти. Продолжу смотреть ролик, каждый у экрана должен осознать и вспомнить строение черепа и важных для нас отверстий на верхней челюсти. Я верю, что вы это знаете. Итак, поехали! На верхней челюсти мы используем как местную анестезию, так и проводниковую. Имея хороший анестетик амидного ряда, при помощи местной анестезии мы можем обезболить практически любой зуб. При исполнении этой анестезии я хочу дать несколько простых советов. Первый. Прежде чем проколоть иголкой слизистую, смажьте ее анестезирующим гелем. Через 3 минуты смойте его и приступайте к анестезии. Укол производится в переходную складку. Для этого рукой оттяните щелку или губу, почувствуйте место прикрепления слизистой к кальвиолярному отростку. Используйте для этой цели самую тонкую и укороченную иголку. Пока иголка острая, подцепите ей слизистую в области переходной складки и введите небольшое количество анестетика, примерно 0,1 мл. Так, чтобы появился маленький пузырек. Остановитесь, отложите шприц. Скажите пациенту, чтобы придавил место вкола. Если вы все сделали правильно, пациент не должен ничего почувствовать. Через 3-4 минуты можно продолжить делать анестезию. Второй вкол сделайте в ту же область. Но теперь иголка продвинется чуть глубже. Из своего опыта замечу, во время анестезии я никогда не старался дойти иглой до кости. Хорошая депо-анестетика и давление сделают свое дело, и через 5 минут пациент будет обезболен. Вот, в принципе, и все, что нужно знать о местной анестезии. Одной или даже половины карпулы достаточно для ее проведения. Кто-то сейчас может возразить мне. Используя короткую иголку, можно попасть в маленький сосуд и через него вести весь анестетик в кровеносное русло или травмировать его. Да, есть такое. Но при местной анестезии вести весь раствор в кровоток ни разу не получалось. А вот попасть в сосуд и травмировать его, это возможно. На месте вкола быстро появляется синюшный отек на слизистый. Но он, как правило, быстро проходит, не оставляя даже следа. Коллеги, давно мы с вами не отвечали на вопросы. Скажите, друзья, а какую анестезию вы применяете в области шестого зуба на верхней челюсти? Я вот люблю туберальную. И объясню, почему. В области шестого зуба у нас проходит скуло-альвеолярный шов. Кость там толще, а следовательно пробиться анестетику к нерву через толщу костной ткани сложнее. Поэтому, как нормальный герой, я обхожу это место и блокирую нервный импульс в области верхней челюстного бугра. Как исполнить одноименную с бугром, а именно туберальную анестезию? Да, очень просто. Для этого берем инъектор с длинной иголкой за 30 мм, пробиваем гарпуном резинку в карпуле для аспирационной пробы. Намечаем точку вкола. Это область переходной складки между шестым и седьмым зубом. Главное, дистально обойти скуло-альвеолярное прикрепление. Задаем угол примерно 45 градусов к плоскости зубов и погружаемся за током жидкости на 20 мм. Идем параллельно кости, не задевая надкостницу. Дойдя до места, производим аспирационную пробу и вводим медленно анестетик. За всю практику я один раз получил в этой области отек. У меня в тот момент в холодильнике лежал грейпфрут, который прекрасно его купировал. Туберальную анестезию мы также используем для обезболивания восьмого зуба зуба мудрости. Ну и, конечно, седьмого. Один совет хочу дать. Будьте внимательны с иголкой. Если она в момент укола коснулась зуба, лучше поменяйте ее. Воспаление, абсцесс в области крылонебной ямки нам ни к чему. Хочу задать вам очередной вопрос. А какую анестезию вы будете применять для лечения клыка? Правильно, инфраорбитальную. Местной анестезией для лечения клыка может быть не то, что недостаточно. Просто клык имеет длинный корень, и вы можете не создать депо анестетика в области верхушки корня. Для проведения инфраорбитальной анестезии вам нужно знать местоположение подглазничного отверстия. Для этого попросите пациента посмотреть прямо на вас, затем пальцем пропальпируйте нижний край глазницы. Проведя перпендикуляр через зрачок к нижнему краю глазницы, вы получите ориентир. Отступя вниз на 5 или 10 миллиметров ниже края глазницы, мы обнаружим место входа нервус инфраорбиталис. Данную анестезию можно сделать из полости рта и со стороны кожи. Мы будем делать с вами из полости рта. Найдите точку на переходной складке между клыком и резцом и двигайтесь по направлению к подглазничному отверстию. Только не забудьте поставить указательный палец в области выхода подглазничного нерва, а лучше даже на 5 миллиметров ниже. Вам не нужно попасть иголкой прямо в это отверстие. Нерв выходит из него в виде малой гусиной лапки. Созданная депо-анестетика по ходу выхода гусиной лапки прекрасно обезболивает клык и резцы. Ролик получился немножко длинным, но информативным. Я думаю, про резцовую нёбную анестезию можно рассказать и в другом ролике. Эти анестезии, как правило, не вызывают никаких сложностей и применяются в основном хирургами. Для лечения кариеса и пульпита они редко. Применяются, я бы сказал, в исключительных случаях. На этом всё. Это был дополнительный канал для стоматологов с Евгением Мигуновым. Подписывайся, ставь лайк, комментируй. Все врачебные комментарии я люблю. Я их обязательно вознаградю своим авторским лайком.